Александр Седых. Демон. Книга вторая. Игра хаоса. Пролог. Саш стоял на вершине скалы у расщелины с пристанью и грустно смотрел вслед уходящему водному флайеру. Симон, прихватив Зею, одну из сестер-двойняшек, направил корабль в точке бывшего расположения школы. Изображение со спутника по-прежнему показывало на том месте бушующий вулкан, но Симон надеялся найти выживших. Волна от взрыва острова Псионов сильно повредила прибрежные скалы. Целых три часа близняшки Зея и Тея с помощью строительных роботов расчищали путь от расщелины, пытаясь обеспечить отход судна от пристани. Биоискин выдавал мизерный процент вероятности выживания обитателей, поэтому Саш сразу смирился с утратой многочисленных объектов для изучения. К потерям демоны относились философски, хотя лишаться собственности по чужой вине очень не любили. Саш уже открыл личный счет этим недругам, отнявшим у него нормальную возможность хорошо подучиться. Сейчас главное выбраться из системы, а уж стребовать с врагов должок он не забудет. Симона, теперь уже бывшего преподавателя искусства боя, демон отпустил лишь для его же успокоения. Увидев взрыв на экране коммуникатора, Саш понял, что застрял в затерянном мире надолго. Координаты системы для друзей неизвестны. Прыжковый корабль с помощью добраться сюда не сможет. Да и самим спасателям уже не до проблем нескольких десятков людей. Короткий сеанс связи через астральные нити с Роксиной принес неутешительное известие. В государстве произошел переворот давно готовившейся частью правящей элиты. Сговорившие с республикой Сартия некоторые члены Верховного Имперского Совета разработали и исполнили длительную и многоходовую операцию. Они специально с помощью привлечения клонов перевели все внимание основных служб безопасности и охраны на соседей. Нагнетая обстановку на рубежах с республикой, внутренние враги выманили на приграничные рубежи военные эскадры, преданные императору. В центре государства остались лишь вооруженные отряды самих заговорщиков и небольшие формирования гвардии. Значительный локальный перевес сил оказался на стороне бунтовщиков. Да и трудно противостоять заговору, когда тот много лет зреет внутри самой структуры управления страной. Злоумышленникам удалось устранить императора и всю его многочисленную родню. Разгрому также подверглись служба безопасности и служба псионов. Захват власти произошел практически мгновенно. Сказалась долгая подготовка. Враги имели достаточно времени, чтобы ко всем основным преданным императору-сановникам приставить своих людей. В определенный момент исполнителям поступил приказ, и противников у заговорщиков не стало. По крайней мере, им так показалось сразу после переворота. Объявив о смене имперского управления на Совет аристократов, главари восстания уже собрались править государством, как обычно, взвалив всю вину на республиканских клонов. Тем более, предыдущие операции подготовили общественное мнение к таким выводам. Заговорщики просчитали всего в одном маленьком пункте, но этого хватило, чтобы пустить их грандиозные планы под откос. Императоры, основавшие и управлявшие огромным государством, дураками не могли быть по определению. Основные средства контролировались верхушкой правящей семьи, а гарантом такого положения выступал центральный Искин. Уничтожая имперский род со всей цепью прямого наследования, заговорщики создавали условия для перехвата управления Искином. При отсутствии наследника любого пола власть переходила к Совету, а предатели как раз там и сидели. Компьютер обязан подчиниться закону и должен был передать управление страной новой элите. Неожиданно для бунтовщиков главный Искин не подтвердил переход власти и автоматически перешел в режим военного положения, рассредоточив свои ресурсы по многочисленным резервным центрам на просторах империи. Теперь, даже уничтожив основное электронное ядро комплекса, невозможно перехватить руководство всей имперской структурой. Но запросы о причинах таких действий Искин не скрывал наличие прямого наследника императора с полностью подтвержденными правами на трон. А крайные провинции изначально не поддержали заговорщиков, тем более в них сейчас располагались основные военные силы флота. На территориях, прилегающих к внешним границам государства, взял управление в свои руки Крайтон Скорр, глава службы безопасности империи. Покушение на него провалилось в связи с неожиданным отъездом на внешние рубежи страны. Небольшое количество наемников, оказавшихся в его свете, не смогли гарантированно убить бывшего начальника. Преданная главе часть охраны сработала достаточно четко. Недавний опыт обнаружения клонов даже в собственных рядах заставил безопасников принять меры дополнительной защиты. Они-то и помогли доставить в безопасное место почти убитого главу службы. Медики с помощью реаниматора лишь вытащили его с того света. По закону военного положения в случае смерти императора власть в стране переходила как раз к главе службы безопасности и ближайшим помощникам. В провинциях, расположенных по обе стороны республики, руководил Айс Рэм, главный Псион Империи. Во время переворота он находился в гостях у герцога Сона, отца Ирисаны. При нападении заговорщиков из света Псиона на своего начальника, Араксина не оставила им ни единого шанса. Демон с компом и скином и живым скафандром оказался не по зубам убийцам. Те даже пискнуть не успели, как Нитилиан уложили их ядовитыми жалами. Попытки республиканских флотов оторвать пограничные колонии от центральных территорий пресекли усиленные эскадры Империи. Свой вклад в разгром захватчиков внесли новейшие штурмовики герцогства. Невидимками, прыгая по ближайшим системам соседей, они заранее разведали расположение и состав сил противника. Да и в прямом бою настоящих соперников у новых машин не оказалось. Адмиралы республиканцев так и не смогли найти против них защиты, да и к тому же не ожидали такого количества этих мощных корабликов. Если бы штурмовик имел побольше боезапаса, он бы считался опасным противником даже для крупных судов. Республиканцы попали в заранее подготовленные ловушки и подверглись жуткому разгрому. Удалось уйти совсем немногим. Отбив нападение внешнего противника военные занялись приведением в порядок государства. Половина небольших центральных провинций поддерживала переворот, другая осталась верной прежней власти. Хотя в вооруженных силах из-за эскадр больших провинций с окраин перевес уже был у сторонников империи, никто пока не мог назвать сроки окончательного восстановления центрального управления. Да и воевать до полного истребления всех заговорщиков и людей, их поддержавших, тоже никто не собирался. Началась вяло текущая гражданская война. Сведения об уничтожении школы, переданной Рэму через Роксину, расстроили главного Псиона. Но его первым вопросом, заданным Сашу, стал вопрос о детях, точнее об одном ребенке, 13-летнем парне Дастине. Мальчик оказался тем самым оставшимся в живых прямым потомком правителя. Рожден он от государя и суррогатной матери Псионки в качестве эксперимента. Некоторые ученые полагали, что многочисленные, выверенные медиками браки императоров с лучшими представительницами особенных людей, позволяют надеяться на рождение в семье детей с задатками Псиона, если хотя бы один родитель им будет. Несмотря на необычное рождение, Дастин обладал всеми правами наследника. В очереди на престол он стоял даже не в первом десятке. В связи с качественным уничтожением заговорщиками всех претендентов, он остался единственным наследником. Несколько временных кодов доступа к основным счетам Дастин выучил наизусть перед отправкой в школу. Переданные уже Сашем для Псиона, они обеспечили тому законный доступ к главному эскину. Тем самым, Айс Рэм стал опекуном сына правителя и временным управляющим государством. С доставкой молодого императора к собственным подданным вышла накладка. Секретность расположения школы сыграла злую шутку. Проведенное Айсом расследование показало, что заговорщики легко захватили посадочную станцию Псионов. Они имели на руках все документы от членов имперского совета на проверку объекта. Однако там они не получили данных о координатах опасного учебного заведения. Несколько Псионов погибли при захвате, оказав серьезное сопротивление нападавшим. Обычные люди, работающие в комплексе, не владели нужной для захватчиков информацией. Они лишь обслуживали транспортный корабль, заправляли его, готовили к полету. Жесткие критерии обнаружения опасности не позволяли напихать судно десантников с вооружением и захватить школу. Мало того, маршрут корабля оказался одноразовым, то есть рассчитывался лишь на доставку группы людей и грузов в нужную точку. Для возврата необходимо было ввести в управляющий комп алгоритм обратного пути, имеющийся только у нескольких старших преподавателей школы. У самого судна отсутствовал командный центр. Управлялся он прыжковыми ботами и являлся для них тупым носителем. Боты перепрограммировались на обратный путь в империю и очередной полет в школе Псионов. Догнать и проследить переходы судна тоже оказалось невозможно. Его расчетная скорость превышала скорости самых быстрых прыжковых военных модулей. Как этого добились Псионы, захватчики лишь предполагали. Кроме огромных двигателей в корпусе носителя больше ничего не было. Посчитав нарушение целостности оболочки судна вторжением, урезанные мозги бота вполне способны дать сигнал на самоуничтожение. Таким образом оказалось, что все сведения о месте положения конечной точки пути можно получить только на самой планете. Псионы, создатели такой системы безопасности, просчитали почти все, но среди захватчиков нашлись неординарные личности и обошли защиту. Если нет возможности штурмовать, хотя получить наработки школы все же хотелось, необходимо ее ликвидировать. Совету заговорщиков не нужны Псионы. Очень уж они преданы императору и его семье. Во время переворота их и так уничтожали где только возможно. Взорвать школу решили с помощью корабельных мин. Вместо обычного груза транспортные отсеки забили полностью отключенным вооружением. Тупой мозг посадочных машин воспринял их как обычные гражданские реакторы, что было полной правдой. Мина и представляла собой такое устройство, но без ограничительного контура. Включится она обычным механическим пускателем лишь при наличии мощной гравитации, когда бот приземлится на космодроме планеты. Обнаружение сканерами возникшей опасности в трюме уже не будет иметь никакого значения. Заряды взорвутся. Запаса вполне хватит для гарантированного уничтожения места посадки. Причем несколько раз. Примерные параметры острова, где происходило обучение, путчисто выяснили из подслушанных разговоров задолго до переворота. Псионы предателями не были, да и заставить подготовленного человека выдать какие-то секреты трудно. Он скорее сам убьет себя. Их обучали таким методикам, а люди, не преданные императору, отбор в школу изначально не проходили. Запускался транспорт обычной командой с терминала станции. Проследив отправку судна в прыжок, захватчики взорвали объект вместе с остатками персонала. Нападавшие не учли всех параноидальных возможностей режима безопасности. Действия чужаков регистрировались отдельной пассивной системой наблюдения, находящейся вне комплекса, но подключенной к станционным каналам. Именно из записи скрытого оборудования АСРМ узнал подробную информацию о захвате. Главного псиона грело лишь известие о сохранении династии. Со временем государство минует период раздробленности. Пока жив хотя бы один прямой потомок правящей семьи, империя существует. В конце концов, когда-то псионы нашли в имперской библиотеке сведения о скрытой системе. Обнаружат и в следующий раз, если освободят столицу от бунтовщиков. Даже лучше, что будущий император поживет некоторое время вдали от возможных покушений. Как узнал Саш из переданного Симоном коммуникатора, глава школы имел запасной способ покинуть систему самостоятельно. Достаточно попасть на другую населенную планету, где на месте бывшего расположения второй исследовательской станции спрятан небольшой прыжковый корабль. Пара системных ботов, всегда присутствовавших на взлетном поле, должны были обеспечить легкое попадание псионов на соседний мир. Кроме того, в школе находился аварийный бой. В особой обстановке для связи с начальством легко было воспользоваться и его помощью. Но никто из проектировщиков службы безопасности не рассчитывал, что мощный удар будет нанесен прямо изнутри школы, под всеми защитными экранами, уничтожив остров полностью. Решение задачи оставления этого места для Саши упрощалось. Не надо строить прыжковый корабль, достаточно обзавестись системным. Добравшись до другого населенного мира, он получит в руки нужный транспорт. Все ходы доступа к судну в коммуникаторе имелись. По расчетам биоискина, сроки пребывания в этом мире могли сократиться как бы не вдвое. Вместо 50 лет можно уложиться в 20-30.